Здравствуйте, дамы и господа! Это игра под названием Gremlin Zink, и я только что вам демонстрировал один баг, который вы только что видели, собственно, когда я вот так стучал-стучал, а игра не заходила, собственно. Я вам уже о нем рассказывал, что я однажды нажимал-нажимал, и тоже так же было, потом однажды прорвался все-таки в это лобби, но потом не мог нажать на кнопку рейтинговый матч. И когда я на нее наводился, был написан вам запрещен доступ к матчу, причина, двоеточие, пустота. Ну, разумеется, это был баг, потому что, во-первых, причина была не написана, во-вторых, вскоре после этого можно было снова играть в Gremlin Zink, и ничего там уже не мешало играть. Это просто забагована игра. Кстати, вы обратили внимание, что когда я нажимал на кнопку сетевая игра, сервер был пустым, там были прочерк какой-то, а не Amsterdam. Ну, такой, возможно, и тогда такая же была похожая ситуация. Не суть важна. Важно в том, что инженер самый сильный, потом вор, потом тайный агент, потом бюрократ, ну, а потом все остальное. Ну, еще предприниматель есть. Важная информация, которую нужно учитывать. Кстати, если вы хотите увидеть матч, то промотайте на 2 минуты вперед, потом еще на 2, при необходимости, чтобы посмотреть матч. Пока послушайте мои рассуждения. Собственно, к сожалению, я понимаю, что некоторым зрителям, хотя я не уверен, что зрители, те, которые смотрят DC, будут смотреть Gremlin Zink, но все же скажу я всем такую новость, что, к сожалению, с DC там все сложно, потому что я записываю серию, ну, в последнее время ночью, ну, для кого-то это ночь, для кого-то это лишь поздний вечер, но в 12 часов игроков в DC не так уж и много, поэтому найти матч очень проблематично, на поиск уходит очень много времени. Ну, приочтите, что как в Gremlin Zink, только найдешь матч в Gremlin Zink, и можешь играть там час в среднем. Правда, там в среднем 45 минут, как писали разработчики, ну, не суть. А в DC средний матч протекает, ну, наверное, минут за 7, если даже не за 5. Поэтому искать матч 5 минут, а потом 5 минут играть, ну, как-то не особо приятно, согласитесь. Придется постоянно дробить серию, чтобы зрители не наслаждались поиском. И эту серию мы тоже, я думаю, раздробим. Потому что, ну, тоже вам не особо будет важно смотреть на все это. Ох, ну, варишь, ну, когда тебя спасут разработчики, ты же нигде не играешь, хорошо. Нет, я так жалко, ну, варишь, ну, а что поделать, что поделать. Может, и проклятого стоило бы несколько, так сказать, подбалансировать. Но вот депутат точно нужен в балансе. Хотя он чуть чаще выигрывает. Но он, по-моему, везде не особо полезный персонаж. А все потому, что механика при этой астрала, она несколько глупая, скажем так. Потому что, смотрите, 3... А, это количество игроков. Что механика астрала несколько глупая. Потому что, смотрите, даже если у него есть умение, что вы выбираете из трех карт одну всего лишь. Нет, по-моему, из четырех карт все-таки выбираете. То, смотрите, то вы все равно выбираете только одну карту. А при этом, чтобы прийти в астрал, нужно либо заплатить огромное количество взяток, то есть потеряете много денег. Либо нужно стать губернатором. А это тоже непросто. Да еще на выходе ты получишь неприятность. Да еще вдобавок, если снова захочешь попасть в астрал, то нужно обходить карту по кругу. То есть, ну, не сравнится этим ни с чем. Ну, и там еще маленькая потеря зловредности будет. Но которая, опять-таки, она ни с чем не сравнится. Я считаю, что бы как-то нормализовать депутаты, я думаю, надо еще больше на единичку снимать зловредности. Там на четыре зловредности снимать. И вдобавок к этому, это самое главное, чтобы из тех этих трех карт, или четырех, можно выбирать было не одну, а несколько. Сколько душе будет угодно. Я так думаю, можно будет и спасти несчастного депутата. Ну, а ну, решу, что? Ну, я думаю, нужна им какая-то особая механика банка. Может, чтобы он при посещении банка получал двойной плюс. И чтобы, ну, допустим, на клетке плюс его плюс увеличивался... Ну, я не знаю, там... Ну... Ну, двойной плюс, на самом деле, будет очень неплохо. Для нового реша. И может, клетк, и может, карту, банковские карты тоже более сильные сделать, не знаю. Но явно что-то надо с ним делать. Но этих можно оставить, у которых по сто. Хотя несколько инженеров можно было ослабить. Ну, кстати, почему инженер-то, собственно, сильноват достаточно и персонаж-то? Но все очень просто. Дело в том, что у инженера же способность. Если есть карта на 6 шестеренок, то вы дополнительно к 6 шестеренкам получаете одну дополнительную. То есть, фактически, каждая карта становится сильнее. Ну, трудно сказать, конкретное число. Но, скажем, на самом деле, на 15%. И, согласитесь, вот эти 15% в статистике отразились. Плюс, у вас в начале есть одна шестеренка, которую вы можете продать на этом складе за 200. И, то есть, фактически, у вас в начале больше на 200 денег. То есть, ну, немаленькая сумма. И, кстати, можно было бы сумму у новаряша добавить начально. Как вариант тоже. И еще, что можно было бы сделать. Так, а там, зрители, наверное, которые не хотят слышное рассуждение, уже третий раз должны переключаться на 2 минуты вперед. Потому что я все говорю, 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 говорю. А вы не видите самого матча. Так вот, что еще можно сказать? Так это то, что матч начался, и пора уже выбирать персонажа. Персонажа я уже выбираю спокойно. Никаких рассуждений, никакой торопливости. Это раньше я думал, кого же выбрать? Да сейчас-то все ясно. Оппонент трусливо сбежал. Ну вот, сбежал трусливо оппонент. Уже 6 минут. Четвертый раз должны люди переключаться. 2 минуты вперед. Да, надо было побольше людям времени дать. Но проклятого тоже надо было подбалансировать. Правда, он, мне кажется, чуть посильнее будет на двойке и тройке. Возможно. А возможно и нет. Жалко. Ну, на самом деле, хорошо, наверное, что они проводятся матчи на 5. Только по желанию. Потому что они достаточно будут продолжительными. Эти матчи на 5 и 6. Потому что, ну, четверка и двойка это земля и небо. Ну и то же самое где-то будет примерно и четверка и шестерка. Ну, не так уж кардинально. Но по времени будет очень значительно. Там тогда уж надо время уменьшить у людей. Возможно. Смотрите, Дракула в какой-то. Кайн. Китков Сед Фейс. А, ну это турнирная таблица. Куда я смотрю-то? Да уж не мог я никогда предположить, что матч будет искаться так долго. Ну, ладно, пауза. И так. Только микрофон отставил. Потому что поиск там уже шел 9,5 минут. Как уже матч начался с основан. Надеюсь, наш оппонент торосливо не сбежит. Я, по крайней мере, на это очень сильно надеюсь. Жалко, конечно, что игроки несчастные ждали-ждали. Ну, вор. Вор тут выбора нет. Кстати, бродяга на удивление слабенький. Ну, ладно, вор. Надо брать вора. Вора. То есть даже если я не буду пользоваться его плюшками, то все равно это как бы неплохо. Потому что можно в тюрьме там поднасыщаться несколько. Находка. Нет. Компании. Да. Дух в лампе. Досмотр. Смысла нет. Вот фея-отгонятель. Только вот тут взяткой. Как бы я... Интересно будет вопрос, как я тут вообще выкаруку. И смотрите, ну... Фея-отгонятель. Ну, ладно, давайте-ка фея-отгонятель. Вот неплохо. Красные голоса, все. Досмотры нам ни к чему. Смотрите, допустим, раз-два-три. Нет. Может, присяжными сходим. Три. Потом еще раз-три. Вот, хорошо. Только где будет эти три карты взять? Ну, ладно. При необходимости отдадим агитацию. При необходимости. Что ж поделать? Хотя, конечно, можно видеть еще одну карту завода. Еще фея-отгонятель. Но у нас не будет денег на него. Это надо понимать. Что, к сожалению, не будет денег на него. В целом, 50 на 50. Придет или не придет? Карт на три очка. Посмотрим. Неплохая, конечно, предвыборная кампания. Богатый человек, раз у нее есть такая... ...вещица. Не знаю, насколько имеет смысл пытаться стать губернатором. Ну... А я же в тюрьме, кстати. Это я, конечно, молодец. Так, сидеть. В тюрьме я не знаю, где я нахожусь. Удесятиренная злоба. Неплохо. Плюс, значит, а потом на три я так преднимаю. Потому что плюс нам все-таки нужнее. Или где мы больше денег-то получим? Не знаю. Не знаю. Ну, 30 дополнительных гарантированных, наверное, стоит все-таки на того. Получили деньги. Прекрасно. Инженер стал опасным. Теперь правосудие тоже неплохо. Но присяжных разыграть мы, к сожалению, не сумеем. Все оппоненты теряют в одному голос. Хитро. Хитро. Разработанная система. Распродажа. За каждую проданную карту получите деньги. Вот 240 он получил. Очень выгодное. Он сделал, конечно же. Можно, кстати, распродажу, а потом преисподнюю идти. Тоже неплохое решение, согласитесь. Особенно учитывая нынешнюю неприятность. И правда ли? Ну что, от присяжных отказываться. От подношения правильнее даже. Что это я туда? Да сюда. Нет. Потому что смысла нет. Нет претензий у жандармов. Нет у них никаких. Раз, два, три. Нет. Тогда надо на три снова ходить. Ну присяжными надо ходить, получается. Тем более мы хотим стать губернатором. Хотя я не знаю, чего мы хотим. Губернатором или победителем. А? Ну в целом, в целом, в целом. А может не так уж бороться за это место-то губернаторское. Как вы думаете? И что скажете? Заплатите или потеряйте? Да, потери. Ничего страшного для нас. Потому что ничего нет у нас. Я вот не знаю, честно. И сейчас нужно решаться. Либо губернаторство. Либо победа. Ну, усиление шестереночное. Скажем так. Тут большой вопрос на самом деле. Ну в целом, в целом, в целом, в целом. От голосов мы можем отказаться в любом случае. По необходимости, скажем так. Можно 2, 2, 2. Ну нет, у нас на 2 не выпадет просто. Фея отгонятеля. Можно голоса, голоса. Как-нибудь там на голоса. Потом продать. Потом пойти. И что-то там взять и разыграть. Вот, кстати, можно все-таки... Давайте-ка попробуем. Сыграть так, что... Не будем ориентироваться на голоса. Будем ориентироваться на деньги все-таки. Как вам идея? Если у Арахана и большая злоба, он будет арестован. Неплохо, согласитесь. Как раз ему придется этому проходить через злобную клетку. Ходим дальше, диковинка. И попробуем разыграть мех помощника. Плюс 300. Не хватит. Там будет у нас 500 с чем-то. Нужно... Понятно, что они мало. Аааа... Может даже отказаться от него. Потом он будет этого помощника. Но посмотрим. Еще у нас есть возможность отказаться от дальнейших наших планов. Выкуп. Откупиться надо. Интересно, почему владельцы крупных заводов имеют такой стабильный электорат? Действительно, почему? Вот вы ответите на данный вопрос. Ну вот, человек говорил, что надо всегда покупать голоса. Ну не всегда он такого не говорил. Прям... Ну вроде как надо бы. Ну, раз надо, так надо. Просто я не знаю, насколько имеет это смысл, насколько не имеет. Ну вот, получили, допустим, голос. И, собственно, что? Не знаю, что. Посмотрим. Заплатить или сбросьте все карты. Полицейский дирижабль. Тоже интересно. А можно так одновременно и то, и это делать. А, кстати, да, учитывая голоса, мы их будем тратить же. Тогда это хорошо. Неплохо будет. Злоба он будет арестован. Кстати, вот так. Хорошо, кстати, да. Очень даже хорошо получится. Отсудим у него шестеренку. Да, неплохо будет. Смешно даже. В каком-то смысле. Отсудим шестеренку. Хотя, может, сначала деньги, деньги, а потом шестеренку заберем. Дирижаблью возьмем и куда-нибудь влетим. Уже, видите, на преисподнюю играют люди. Возможно, сюда пойдет тайный агент. Кто знает. Пока что у нас... О, кстати, вот тут у него шестеренок нет. Поэтому, к сожалению, разыграть мы это не сможем. Обыск. Посмотрите, взыщите. Может быть, кстати. Попробовать. Ну, думаю, наиболее логично как раз-таки этого обыскать его. Либо этого. Ну, у нас нет точных данных. Давайте попробуем этого. О, выберите свою и чужую карты для обмена. Волосатая лапа. Трамплин. Используя карту для перемещения, вы получите. Давайте-ка я заменю это на агрегат все-таки. Ну, хотя помощникам мы вряд ли уже накопим деньги, поэтому... Да. Хотя... Нет, я как-то не подумал. Что действительно возможно. Хотя все-таки 250. Ну, в принципе, да. Накопили бы. Голосат забираем. Неплохо мы, конечно, его обыскали. И деньги-то мы с него, конечно же, взыскали. Хорошо получилось. Просто, ну, блестяще. Обыск и взыскивание денег. Лишних. Которые у него скопились на банковском счету. Плохо ведет себя. Видите, грустный какой. Шестерка. Шестеренка. Покажите всем свои карты, это ничего страшного. Плохого в этом ничего я не вижу. Бесчестная сделка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Скажем так, уйти лидера. Купить страховку. Да зачем? Зачем страховку покупать? Нам это не нужно. А, плюс мы получили только денежные, понятно. Потом как и куда? Смотреть. Ну, у нас есть астральный извоз. Значит, ну, в принципе, 250, 500, 800. Ну, пока этого не хватит. К сожалению. Хотя, можно, кстати, кое-что тут похитрить. И вот сюда-то нам взять и прийти. Будет интересно, кстати. Да, действительно, интересно. Правда, вот зловредность это даст достаточно значительное число. Вот этот вот союзник хаоса. Ну, что поделать. Зато карты не сбросим. Хотя, это как вариант. Закрикнем. Видите, не боится, что у него карту-то отнимут. Значит, что-то интересное тут. Ну. Ну, я даже не знаю. Все в порядке. Четыре. Правосудие. Откажемся от правосудия, думаю, даже. Да. Вот сюда. Подстава. Нет, неприятность не страшная. Подстава, значит. Есть также агрегат. Но мы можем не разыгрывать агрегат. Хотя, можем разыграть. Почему бы и нет. Тогда подставу надо играть. Тогда играем подставу. Хотя столько карт. Вы, как боюсь, придется истратить часть карты. Хотя мы присяжных отдадим. Так что это нормально. Так что это нормально. Говоришь. Несчастный. Значит, проиграет, скорее всего. Ну, а двойной плюс. Потом четыре. Потом еще. Чтобы денег вначале было побольше. Чтобы ее хоть как-то восстановить. Из униженного состояния. Побег. У него есть побег. Бюрократ. Хотя нет у него таких плохих карт. Ужас. Надо крикнуть, что мы боимся его. Перестройка. А вот перестройка, кстати, это возможно. Ну, покажем. Ну, ничего страшного. Тут, собственно, не произошло. Показали и показали карты. Следующее. Это инфляция. Ой, неприятно. Вот это неприятно. Но делать у нас все равно нечего. Потому что, ну... Не держать же карты, согласитесь. Карты же не держать. Что поделать нам, да? ЧССР Мегидон. Если он их разыграет, то это будет совсем уж... Не ахти. Не ахти. Тем более, он тут по игрокам. Ну, вот этот игрок теоретически должен быть. Потом этот. Потом. Ну, этот. 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 Ну, по шансам. Ну, хотя шансы между этим и этим и этим очень близки. Так что... Победить может, конечно, любой. Там 3% разница. А то и два. Что-то он там делает, интересно. Развитие бизнеса. Хорошо. Молодец. И продаст, наверное, голос, я так понимаю. Вот инфляция, конечно, неприятна. Но что поделать. Хотя, может, успеем. Перестройка. Теряешь шестеронку и плюс. Эээ. Может, Агреград просто... Да. Потому что денег может потом не быть. Пошарить по чужим карманам? Нет. Однорукий бандит. Я думаю, да. Потому что скоро инфляция будет, понимаете? Скоро инфляция, понимаете? Инфляция. Деньги закончатся и все. Скоро кризис у нас настанет, понимаете? Кризис. И тяжело будет с кризисом. Я так понимаю, все-таки я ориентируюсь на губернаторство. А значит, отдадим мой агрегат, я так понимаю. Да. Кости-везунки. Уже есть карта однорукого бандита. Включая вас, получите плюс. Но этот человек будет получать голоса. Из-за робота зазывала. Так что посещать слишком много, это тоже не стоит. В казино перебросить кубик. Так как же мы ходим-то, я не понимаю. В казино или в присяжных? Ну, в принципе, казино мы уже ничего не разыграем. Поэтому вполне можно сказать кубиком этим. Почему нет? А потом по присяжным поработать. Да, почему бы и нет. Тем более, сходив кубиков, мы кубиком не получим неприятность. Вот это хорошо. Вот дырака, 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 дырака. Будет смешно, если он переместится на клетку неприятности, заплатив деньги. Будет смешно, на самом деле. За 110 арестовал. Какой-то он вообще агрессивный игрок. И как же действовать-то, я не понимаю. Ну, я вот, вот, вот тут. О, арестовал, да, нищего арестовали. Но я не знаю, как, на самом деле, мне и вы бы посоветовали действовать. Не знаю. Конфискация. Ну, мы же не знали. О, хорошо, выпала неприятность. Прелестно. Прелестно, что выпала неприятность, конечно. Пропустите ход или получите злобу. Доброволец. Теперь мы попытаемся конфисковать карту. У этого человека робота с завалой. И все у нас будет на казино. Отлично получится, не правда ли? Все на казино. Учитывая количество голосов, я прям даже не знаю. Или астральный звук со старой. Ну, хорошая карта. Вы должны понимать. И следственный эксперимент. О, 100 монет, прекрасно. Выиграли. Как действовать, не понимаю, честно. Ну, надо присяжных, наверное, разыгрывать все-таки. Не драться уж так уж за пост губернатора. Зверина. Просто пытаться выигрывать и выигрывать. Играть и выигрывать, да. Скажем так. Ну, учитывая то, что инженер не стал идти в приз. Он, скорее всего, сейчас не пойдет в нее. Вот. Голос потерял. Отлично. Нам же легче. Отлично. Рупор демократии. Вот это интереснее становится. Ситуация накаляется. Я думаю, уже даже в ту сторону, наверное, может и не идти. Нам показуху сыграть. Да. Три. Четыре. Вот то, что он голос забирает, это, конечно, да. Но, впрочем, мы можем и не потерять этот голос. Тоже ведь есть определенная возможность. Если походим вот по этому суду, то мы много что получим. Не правда ли, доброволец? Что же он сделает-то? Отдохнет или получит злобу? Получит злобу. Подвергается проверке. И снова арестован. Силач. Посиди. Попарься в тюрьму. Вот так вот. Вот так вот. Значит, ходим агитацией, я так понимаю, да. Ну, либо рупором. Нет, ну агитацией, наверное, все-таки. Либо извозом. Нет, ну я хочу быть губернатором, поэтому извоз не нужен. Ну да. Да, я думаю, все-таки. Все-таки, я думаю, вот так садить надо. Правильно. Потому что потом рупор. Ну, потом посмотрим мы. Нет, конечно же. Нет смысла покупать ничего. Тайный агент. Что за карта у него? Утилизатор. Вот, кстати, утилизатор намного лучше. Этого. Хотя, вот насчет голосов-то я вот так подумал, подумал. Ну вот на свалку, буду сбегать на свалку, это понятно, что. А значит, денег. Постоянный приток. А с другой стороны, голосов. Тоже неплохо, согласитесь. В казино. Отбирать их. Отбирать. Людишек. И тоже денюжки. Ну, денюжки мы отбросим. Это, да. Так что. Хотя он, скорее всего, откупится даже, я думаю. Так утилизатор или голоса. Давайте-ка все-таки утилизатор. Это получше будет. Тюремщик, кстати. Интереснее становится ситуация. Если мы еще и тюремщик разыграем, то это будет еще смешнее. Учитывая то, что у этого не наименьшая зловредность, мы его будем душить. Зародышем. Конфискация. Конфискация голосов. Рупор демократии. Заплатит или отдаст? Заплатит или отдаст? Интересно. Заплатит или отдаст? Что в итоге-то, а? Заплатит или отдаст? Что-то вообще игра. Такое ощущение зависло. Отдал шестеренки. Ну, тем лучше. Хорошо. Удерживаем свое первенство. Губернаторское. Надо бы еще снова попасть на вот эту клетку. Три. Три, потом раз, два. Три, четыре. Нет. Не попадешь так. Три. Потом четыре, а потом один. Ну нет, такого тоже не получится. Три, три, два. Трудно туда вообще попасть, на эту клетку, на самом деле. Говоря. Приступ щедрости. На кого? Странное решение. Ну, странное все-таки решение, я считаю. Ну, хотя нет, спорное. Спорное, но все-таки не смертельное. Спорное, но не смертельное. Теперь еще неприятности нас поджидают, поэтому к ним надо быть готовыми. И показуху надо как-никак взять и разыграть. Как бы, что кто не говорил, надо разыгрывать. Посмотрим. Три. Три. Но все равно два нам надо как-то получить где-то откуда-то. Как хочешь, не хочешь, а два нам нужно. Очень нам нужно это два. Можно, конечно, чуть по-другому это получить, но присяжный на продажу. Опять-таки. Да или нет, не знаю. Пожар. Хорошо. Ой, ему хорошо, повезло. Заплатите три голоса или потеряйте половину своих сбережений. Ну, в целом, пятьдесят. А значит, если бы это должно быть годно быть. Так, меньше сто пятидесяти. А так это разделить на шесть. Сто пядесят разделить на шесть. Два. Ой, тут много надо рассуждать будет. Я сейчас подумаю. Потом объясню, что я так долго думал. Сто пядесят. Допустим, два. Значит, семьдесят. А потом... Допустим, семьдесят. Значит, умножить на два. А если тридцать, значит, умножить на два. Трудно сказать уже. Хальшивые монеты. Трудно опять-таки сказать. Тридцать. Но все равно так неприятности. Сорок на... Не стоит. Надо как-то это все пересчитать так хорошенечко. Раз, два, три, четыре. Да. Раз, два, три, четыре. То есть, смотрите. Что я считал и думал. А что я считал и думал, вы уже поймете уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Оценивайте видео и оставляйте свои комментарии. Пишите ваши советы по игре. М-м-м, да. Большой вопрос, на самом деле, между присяжными или нет. Но неважно. Главное то, что от количества лайков зависит, будут ли новые серии по игре или же нет. Вот такая вот ситуация. Прииграв конфликт, вы получаете все, собственно, все, что вы могли получить с того человека. Может арестовать его просто. Но зачем? Тем более мы разыграть ничего не сможем. А нам нужен этот рупор. Но это только потом уже его сможем разыграть. В любом случае, этот рупор. Как-никак. Ну ладно, от монет надо бы отказаться, я так думаю. Потому что мы уже под прицелом. И очень нескоро мы сможем их вообще разыграть, эти монеты. Несчастные. Ну ладно, вот так, а потом так. Да, монеты как раз, они же нам нужны. Что я тут туплю-то, а? Все, все. Спасибо за просмотр и вам всего хорошего.